И все эти три года мы только ради уравниловки, чтобы, сука, не расслаблялся. Единственный способ отсюда выбраться, совершенно убогую еду в столовой, вы проиграли. На момент записи этого ролика мне 20 лет. Школу я закончил в 17, и несмотря на то, что мне сейчас не очень нравится мой нынешний универ, но я периодически ловлю себя на мысли, что я чертовски рад, что закончил школу. В этом ролике мы поговорим про ужасы дисциплины и самодисциплины, про школьную форму и вообще образование у нас в стране, а еще этот ролик первой серии трагедии русской молодежи дождались. Здрасте, вы на канале Сейна. Начнем с того, что я сменил 6 школ. В части случаев это было связано с переездом моих родителей, в части случаев с моим желанием, но так или иначе у меня была отличная возможность сравнить. Я был и в государственных школах, и в частных школах, и в творческих, и даже в экстернате. В разных школах с учениками договаривались и вообще выстраивали отношения по-разному. В частных школах, как правило, договаривались, пытались подать процесс обучения через игру, но это не значит, что мы там на алгебре мячик кидали, просто и без того сложные для ребенка и утомительные учебные процессы, пытались как-то изменять, чтобы они легче усваивались. С таким же отношением подходили и, например, в Московской международной киношколе, но в ней, как и в других творческих школах, действовали очень жесткие правила. За мат, курение и даже сплетни тебя могли выгнать из школы. Потом, правда, можно было вернуться, но это делали далеко не все. А почему? А потому что там был график, который вам разве что в страшном сне может присниться. Учились, как правило, с 9 утра до 9 вечера. Это было обусловлено тем, что до обеда проходили общеобразовательные предметы, потому что всем этим будущим Тарковским еще ЕГЭ сдавать, а после обеда были творческие мастерские. И действительно, 5 дней в неделю дети с 9 утра до 9 вечера проводили там время. Также они учились в субботу, но чуть-чуть поменьше давали с утра поспать. А летние каникулы длились там всего один месяц. Подобный график может сначала показаться жутким, но для многих родителей это отличная возможность в самый взрывоопасный и сумасшедший период в жизни ребенка взять и закрыть его в месте, где он не будет шататься по подворотням, а будет смотреть там какого-нибудь Бергмана. И если когда я был на месте этих учеников, то этот подход казался мне довольно жестоким и в некоторой степени негуманным, то сейчас я на самом деле отлично понимаю таких родителей. Но к чему я про это? Просто мне не хочется говорить про российские школы как про нечто исключительно плохое. У нас есть и хорошие учебные заведения, и хорошие педагоги, и несмотря на то, что я еще очень много плохого скажу про российское образование в этом ролике, у нас есть места, в которых дети идут на уроки с радостью. Особенно они идут туда активненько, знаете так, и в припрыжку, если до этого учились в обычной государственной школе. Еще мне не хочется исключительно ругать школу, потому что, мне кажется, этим занимаются все люди, на которых смотрит современная и не только современная молодежь. Я не хочу ставить себя в ряд кумиров молодежи, но вот найти кумира, который хвалит школу, это вот прям сложно. Есть разве что какие-нибудь спортсмены. Хотя учиться у кумиров и брать от них самое лучшее, это самый правильный путь. И благодаря тому, что сейчас интернет, вы без труда можете узнать, какие фильмы смотрел Тарантино, какие песни слушал Билли Алиш, и какие книги читал Довлатов. Особенно удобно это делать, наверное, даже самый наиудобнейший способ подобным заниматься, это сайт Флист. Редакторы этого сайта собрали тысячи фрагментов из интервью, книг и статей о разных известных личностях, и создали из них листы интересов, то есть Флисты. Понравившиеся позиции можно вносить в закладки, и вам всегда будет что посмотреть, почитать или послушать. А если вы и сами гуру искусства, можно создать свой собственный Флист, вносить туда любимые произведения и обсуждать их с другими обитателями сайта. В общем, крайне интересный ресурс, ссылка в описании, а теперь давайте уже о плохом. Основная и самая огромная проблема упадка современного образования у нас, это то, что российская школа это бесконечная череда унижений. И я неспроста указал школьную форму в названии. Последний раз я надевал ее вот именно так, что мне сказали в ней ходить каждый день, наверное, лет в 13. После этого в других школах, в которых я учился, этого делать не заставляли, но я до сих пор ее ненавижу. Во время, когда дети оказываются в новом для себя окружении, они переживают взросление, а потом мне 12 лет и я понял жизнь, а потом мне 15 лет и у меня депрессия, а потом мне 17 лет и надо с кем-то перепихнуться. Вот на всех этих этапах им и без того сложно, а их еще и заставляют ходить в самой уебанской одежде на планете. Страна у нас не богатая, необходимость купить лишний комплект одежды никого особенно не радует, к тому же его нельзя купить на долгое время. Этот ребенок растет с огромной скоростью и чуть ли не каждый год ему нужен новый комплект и ходить в одном и том же нельзя, то есть нужен как бы не один. И поэтому на и без того убогих вот этих вот бордовых жилетках и вот этих вот брюках на них еще больше экономят. И ладно девочки, которые безусловно, они тоже страдают, но их хотя бы учат быть красивыми и как-то у них это все в голове складывается. И еще у девочек нету этапа взросления, в который они выглядят как бесформенное нечто. А парни с 13 до 16 именно такие. Мне вот, например, досталась форма пельмешки, а в одной из моих школ был чувак, у которого было прозвище Треугольник. Просто потому, что, ну, есть вот этап взросления, да, изменение, превращение из мальчика в мужчину. И если в фантастических фильмах вот там оборотень, он за щелчок становится оборотнем, то мы три года. И все эти три года мы вот так вот медленно трансформируемся, как в научной фантастике. И вот кто-то может стать Треугольником. И мало того, что ты сам выглядишь, как хер пойми что, тебя еще и наряжают, как продавца-консультанты магазина-садовод. И ты вот ходишь вот целыми днями, вот такой развиваешь уверенность в себе. И нужно еще алгебру выучить. И, конечно же, в огромном количестве западных школ такого нет. Вообще, отмена школьной формы это, по-моему, простейший шаг для того, чтобы повысить лояльность учеников к обучению и сделать сам процесс этого обучения значительно комфортней. Но этого у нас не делают. Почему? Потому что я умный, делаю все правильно. Ни единой ошибки. В итоге это и многие другие условности существуют только ради уравниловки. По той же причине девочкам обязательно будут осуждать короткие прически, а мальчикам длинные. Просто, чтобы, ну, все вот должны одинаковые ходить. И дети-то они не могут понять, что это просто остатки убогого советского наследия, и им нужно их игнорировать. Да даже если поймут, это очень трудно игнорировать. Все, что могут ученики в этот момент, это терпеть. Терпеть 5-6 раз в неделю в первую половину дня, а потом прийти домой, там дома еще немножко потерпеть, чтоб, сука, не расслаблялся. И самое страшное в этом терпении совсем не то, что у детей периодически случаются нервные срывы, а то, что терпение порождает апатию. Российский школьник терпит отвратительную форму, основы православной культуры, неуравновешенных учителей, совершенно убогую еду в столовой, да то, что сама его школа выглядит как тюрьма, и за чередой того, что ему нужно стерпеть, нужно обладать очень такой неслабой силой характера, чтобы у тебя сохранился еще какой-то интерес к знаниям. Полностью отбиваются такие ценные качества, как инициативность, предприимчивость. И самое ужасное, что при этом всем российские школьники знают о том, что во всем мире не так. И даже американские школы, в которых качество образования на самом-то деле далеко не самое хорошее, и вполне сравнимое с нашим, они кажутся раем, просто из-за того, что там у них автобусы красивые, само здание не такое ужасное, им разрешают носить просто свою одежду. Не нужна специальная уродливая одежда, чтобы ходить, блядь, математику учить. Также они видят, что там ценится высшее образование, и ценятся специалисты, которые знают свое дело, а некоторые, даже из этого всего, выстраивают логическую цепочечку. В Европе, например, нормально после школы никуда не идти. Ну, просто годик подумать, чем ты вообще хочешь заниматься в жизни, это ведь, ну, определяющая, серьезная вещь. Не стоит с этим торопиться, а особенно хорошо думается, когда никто не заставляет тебя драйть казармы. А если и выбрал неправильно, то не беда, европеец может спокойно бросить вуз хоть на последнем курсе, просто потому, что он не привык терпеть. А у нас многие не прекращают терпеть, ведь если ты смог сдать химию, которую всей душой ненавидишь, то что тебе помешает потом сдать юриспруденцию, которую ты всей душой ненавидишь? Ну, просто списать чуть иначе, ну, и какая разница? А после этого ты придешь на работу, и шеф тебе скажет, забудь про все, чем у тебя учили в вузе, но ты-то знаешь, что главный урок ты уже давно выучил. И у нас это вполне нормально, вполне нормально работать не по специальности, вполне нормально ненавидеть свою работу. И дети видят эти примеры ежедневно, в том числе и в школе. И знаете, конечно, ребенок не знает тонкости педагогического процесса, и что в действительности на душе у взрослого, но когда учитель терпеть не может свою профессию, ребенок это прекрасно понимает, и считывает это как модель поведения. И получается идеальная, стерильная от мнений тюрьма. Входит вот учитель, который терпеть не может свою профессию, и в классе сидят 30 его отражений. И ближайшие 45 минут они будут молча и спокойно мечтать, чтобы это все побыстрее уже закончилось, но, видимо, так в их представлении выглядит порядок. И опять же, не все учителя такие. Лучше всего понимаешь, что кто-то не совсем добросовестно выполняет свою работу, когда видишь кого-то, кто выполняет ее профессионально. И здесь стоит смотреть также еще и с другой стороны, ведь из-за того, что у нас, в принципе, диплом получить совсем не сложно, происходит профанация, обесценивание профессии, в том числе и учительской. И поверьте, очень сложно поддерживать профессиональные стандарты, когда все остальные эти стандарты ни во что не ставят. И вообще, наверное, это лучшее место в ролике, чтобы сказать большое спасибо всем учителям и будущим учителям. Вы герои нашего общества, большое вам спасибо, но вернемся к нашей трагедии. Из-за всего вышеописанного сама суть и цель образования для многих доходят слишком поздно. Мне она пришла уже в универе, а многие несколько лет, работая по профессии или по практике, не по профессии, в какой-то момент осознают, что они слишком долго терпели. По поводу того, как выбрать вуз, я рассказывал уже в одном из своих видосов, можете сейчас перейти по подсказке, возможно, я, блядь, не туда показал. Этот ролик больше про то, зачем нам всем нужно образование. Главный навык, который стоит освоить, это умение видеть за несовершенствами системы ее настоящую цель и предназначение. И ведь вы на самом деле не верите в то, что школа создана, чтобы сделать из вас рабов или биороботов. На самом деле, школа существует, чтобы подготовить вас к выходу в жестокий и сложный реальный мир. И это благая цель. И если в случае с актуальностью информации все понятно, то есть хотелось бы там, чтобы там учили оплачивать налоги, или там были более актуальные знания по истории, или вот такие вот мелочи с информацией, что тогда с дисциплиной? Муштра, она совсем не нужна, не преследует никакой цели? Преследует. И вот какую. Если вы не собираетесь работать в каких-то военных структурах, то главная дисциплина, которая вам нужна, это самодисциплина. И на это рассчитаны все современные системы образования. В западных вузах студенты часто учатся два-три дня в неделю, а все остальное время они не пинают хуи, а подготавливают материал. Они сами вычитывают, готовятся, делают у себя заметки, что придя на лекцию, уже получить профессиональный взгляд сверху на все полученные знания и организовать их у себя в голове. Похожая система, я про нее рассказывал в ролике про финские школы, но там немножко наоборот. Там не задают домашнего задания и на уроках не проходят параграфы. Теоретическую информацию дети потребляют дома, а на урок приходят, чтобы решать задачки и как бы проявлять ее на практике. Также им не дают учебников, потому что подразумевается, что дети вполне могут все нагуглить, ведь инициативность и самостоятельность ценится и культивируется. Так и должно быть. Вы ценный сотрудник, когда вы можете работать своей головой, и это делает вас незаменимым и высокооплачиваемым, а меньше всех получают, как правило, те, с работой которых мог бы справиться вообще любой, без какой-либо подготовки и не работая собственной башкой. И я надеюсь, что следующую мысль вы запомните особенно отчетливо. Если российская действительность смогла сделать из вас похуиста, которому все безразлично и ничего не хочется, значит, вы проиграли. Образовывайтесь самостоятельно, изучайте профессии, проходите онлайн-тесты на профориентацию, занимайтесь своим любимым делом минимум по 40 минут, каждый день, ищите новые авторитеты. И вот на этом моменте написания сценария я задумался, что если вы хотите конкретно ролик про вот творческую и не только творческую самоорганизацию, то пишите в комменты. В качестве итога хочу сказать следующее. Перестаньте демонизировать систему, да и вообще системы. Да, она устаревшая и недружелюбная. Да, конкретно сейчас она регулярно доставляет вам неприятности, но если вы не научитесь работать самостоятельно и крутиться самостоятельно, то в итоге вы обречены существовать в этом вечно. Единственный способ отсюда выбраться и вот попасть в какое-то сознательное общество, да, это уметь работать. Потому что в сознательном обществе, где все по-настоящему и никто ничего не изображает, от вас требуются реальные вещи и реальная профессиональная компетенция. А те, кто этому не научится, окажутся вот в этой бесконечной петле самообмана, постправды, новояза и отпуска в Турции раз в год. А чтобы вы не скучали до следующего ролика, я уже порекомендовал вам Флист, также рекомендую свой закрытый паблик, инструкция по попаданию в который находится в описании, там музыка, фильмы, книги, все, что хотите, самые свежие рекомендации лично от меня, я вот каждый день херачу. Также подписывайтесь на камерный канал, где интервью с молодыми актерами выходит, подписывайтесь на мой инстаграм, который, блять, опиздахуительный, почти такой же опиздахуительный, как мой паблик в ВК, в общем, все эти ссылки в описании, а ты, спасибо, что досмотрел, ты знаешь, где кнопка подписки. Да!